Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы называется так. Понятие «острый живот» и что это из себя представляет, и какова профилактика. У нас сегодня в студии Бесов Виктор Анатольевич. Это главный внештатный специалист-хирург Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Анатольевич, скажите, пожалуйста, вообще понятие «острый живот» есть, существует. Что за этим мы понимаем, и вообще какова причина этого явления? Ну, само понятие, конечно, «острый живот» существует. Ну, это термин абсолютно немедицинский. В медицине такого понятия, как «острый живот» не существует, потому что… То есть это между людьми так вот… Это да, это бытовой такой, будем говорить, жаргон, даже немедицинский жаргон. Потому что хотя за 38 лет работы хирургом, периодически к нам выступают пациенты, у которых на направлении написано врачами или медицинскими, там, фельдшерами, медицинскими сёстрами диагноз «острый живот». Ну, лично я считаю, что это термин для медицинского сообщества недопустим, потому что это очень широкое понятие, которое включает в себя всю острую хирургическую патологию органов брюшной полости. Ну, то есть это может быть, Виктор Анатольевич, это может быть и острый аппендицит, и острый хальцистит, то есть всё с приставкой «острое», да? Всё. Ну, дело в том, что в брюшной полости находится большое количество различных органов, и объединить это всё и поставить, будем говорить так, диагноз, такого диагноза не существует, это абсолютно неправильно. Тем более, что мы придерживаемся МКБ-10, скоро будет МКБ-11, это международная классификация болезней. Всех нозологий. Всех нозологий, в котором в этом перечне такого диагноза «острый живот» не существует. Вот если взять из хронологии, из истории, этот диагноз появился после публикации французского хирурга Мондора, который вследствие неправильного перевода с французского языка на русский. То есть Мондор описывал катастрофу в брюшной полости, и наши переводчики перевели как «острый живот». Это поистало, вот это понятие, и оно как-то укоренилось у нас, но, слава богу, не в среде медицинских работников, а исключительно в среде, ну, будем говорить, населения. Ну, есть такое понятие, мы все понимаем, что это такое, но среди профессионалов, врачей, тем более хирургов, такого диагноза нет. То есть только в бытовой такой терминологии. Да, в бытовой терминологии. Виктор Анатольевич, скажи, пожалуйста, возникает, когда боль у человека, да, это вообще такой серьезный симптом, то есть он за собой очень много влечет, там, да, это, может быть, отек, воспаление, там, ну, какая-то катастрофа произошла. И вот человек теряется, он не знает, что делать, ему хочется оккупировать эту боль, правильно? Он берет первый попавшийся там лекарство, которое он понимает, что он там сняет спазм, обезболивающий, иногда даже не смотрит какие-то там противопоказания, побочные действия, то есть какие-то схемы, да, не использует. То есть, получается, занимается самолечением. Вот это же вообще неправильно, да? Вот как в таком случае поступать, и что нужно сделать до приезда медработников, там, скорой помощи, неотложной помощи, до приезда, до прихода врача? Спасибо за вопрос. Мы говорим сейчас исключительно о боли в брюшной полости, потому что дело в том, что в отличие от других органов, вот даже хотя бы от той же грудной клетки, от головы, от рук, от ног, там в основном все органы, будем говорить так, стерильные, там нет микроорганизмов, поэтому развитие какого-то воспалительного процесса, даже некроза, он протекает в асептических условиях. Ну, как правило, да, по-другому. Несколько замедленно. Брюшная полость, это содержит, имеется там желудочно-кишечный тракт длиной... Жидкости, опять же. Желудочно-кишечный тракт длиной около 9 метров, внутри, в просвете которого, ну, будем говорить, 90% в толстой кишке, содержат микроорганизмы, без которых человек жить не может, они участвуют в пищеварении, в биохимических процессах, и, соответственно, мы без них не можем, и при каком-то воспалении эти микроорганизмы начинают вести себя просто, будем говорить, неадекватно, они начинают быстро размножаться и выходить за пределы слизистой толстого кишечника, развивать сильное воспаление, переходить на другие органы, ну, и что может привести к летальному исходу. То есть опасность перитонита вы имеете в виду даже? Опасность не только перитонита, но перитонита – это одна из стадий, опасность, предположим, того же сепса, когда, будем говорить так, как это сказать, это проще русским языком, то это просто когда гной попадает в кровь и разносится по всему организму. Стоком жидкости уже. Стоком крови. Поэтому это очень такое большое количество шансов. Поэтому если у человека появились какие-то боли в животе, и у него ранее таких болей не было, он никогда не стоил, никогда не было никаких хронических заболеваний, типа язвные болезни, гастрита, то принимать обезболивающее, будем говорить так, просто так на авось ни в коем случае нельзя. Максимум, вот я за 38 лет работы хирурга могу сказать, ну, максимум, что вы можете сделать, это выпить таблеточку ножпы. Если ножпа в течение часа не помогла, можно еще одну выпить, но больше уже, если после этого лучше не стало, то после этого, пожалуйста, вызывайте обязательно либо скорую помощь, либо идите в поликлинику. То есть это какой-то симптом говорит о том, что что-то в животе, в брюшной полости произошло не очень хорошее. То есть не больше 80 мг ножпы выпить и, в принципе, достаточно? Да, да, две таблетки. Больше двух таблеток уже все, если боли не снимаются, значит что-то серьезное. Другая ситуация, если больной, предположим, страдает уже 15-20 лет язвенной болезнью, он знает уже симптоматику язвенной болезни, и когда у него появились боли, он уже, соответственно, сравнивается ее с предыдущими, и в зависимости от этого он начинает уже реагировать, принимать какие-то меры, принимать какие-то таблетки, которые он уже знает об этом. Это совершенно другая ситуация. Александр Анатольевич, Вы уже так очень грамотно ответили, некоторые уже даже на залоге назвали, какие могут именно привести к боли в животе, как говорится. Но все-таки давайте скажем еще, вот сказали, язвенная болезнь, это прободение, перфорация и так далее, кровотечение даже может, все что угодно. Дальше, какие еще? Острый хорцистит, может быть, острый пакреатит, аппендицит, конечно. Значит, что еще? Мы говорим о классической картине острой хирургической патологии органов брюшной полости, поэтому на первое место, конечно, выходит перфоративная язва желудка и двенадцатиперстные кишки, которую с чем-то спутать просто, но очень сложно, потому что дело в том, что… Кинжальная боль. Это кинжальная боль, она обусловлена тем, что образуется отверстие, мы говорим про классическую форму перфоративной язвы, образуется отверстие на передней стенке желудка, из которого содержимое вытекает брюшную полость. В желудке кислые содержимые брюшной полости слабощелочное, вызывается просто шок, и больной просто, это кинжальная боль, больные просто от шока падают, причем они не могут лежать на спине, они сворачиваются калачиком в позу эмбриона. Это сразу можно вызывать, никаких нож, никаких, конечно, пить нельзя. Обезболивающие ни в коем случае, потому что смажут клиническую картину. Вы вызываете скорую помощь, и вас перевезут 100% в ближайший хирургический сценарий. У нас маршрутизация в Ульяновской области отработана. Четкая, я не знаю. Есть четкая, да. На втором месте по таким, будем говорить, сильным болям в животе это является спаечная кишечная непроходимость. Если у пациента раньше были какие-то, будем, широкие операции лапаротомные, лапароскопических операций, которые мы сейчас много делаем, после них спаек, как правило, не образуется, то внезапно кишечник как бы закрутился, появляется сильная боль. Ну, пациент в таком случае сам вызовет скорую помощь. Мало того, соседи вызовут скорую помощь, он будет просто кричать от боли. Такие же сильные боли бывают при ущемленной грыже, то есть в опьячении какое-то пухлевидное образование, которое было в области послеоперационного рубца, либо в пахово-мошоночной области, но это наиболее частые места локализации. В этом случае тоже это пухлевидное образование. Пациент видит, что у него появилась какая-то шишка, которая сильно болит. Эта боль и радиирует, передается в центр, в, будем говорить так, живота, в солнечное сплетение, как в народе называют, оттуда все нервы растут, в брюшной полости. И, соответственно, в этом случае тоже незамедлительно, не надо ни пытаться вправить, ни греть ни в коем случае, надо тут же вызвать скорую помощь, и вас доставят в ближайший хирургический стационар. Но более такие неболевые формы – это, конечно, аппендицит, у которого картина всегда, будем говорить так, всегда изменчивая, у детей особенно, у взрослых другая. Сейчас, наверное, типичная, очень многая форма. То есть здесь нет таких сильных болей, она начинается из-под тяжка, как будто человек думает, отравился, потом боль, которая появилась в области желудка, постепенно опускается в правую подвздошную область, и, соответственно, там она локализуется, и человек говорит, я вроде бы отравился, у меня и жидкий стул был один раз, но вот так протекает острый аппендицит. Виктор Анатольевич, ну вот вообще есть такое понятие среди медицинских сообществ, что все-таки пациентам нужно объяснять, что боль, любую боль, ее терпеть нельзя, правильно? То есть если у нас возникла, если бы даже купировал пациент эту боль, например, да, он, как вы сказали, он уже знает свои заболевания, там, ну, там, язвная болезнь, то хотя бы на следующий день там, да, ну, нужно обязательно обратиться, да, вот в этом плане? Нет, ну, естественно, если человек переживает за свое здоровье, а любой нормальный человек переживает за свое здоровье, соответственно, он должен выяснить причину этой боли, и как минимум, либо в этот день, либо на следующий день обратиться в поликлинику, ну, как минимум, к участковому терапевту, который сориентирует его, направит по методу обследования, хоть выяснит, от чего эта боль, но потому что, как правило, по жизни рецидивы таких болей неясных, они бывают в самый подходящий момент, либо куда-нибудь уезжать, либо где-нибудь вообще за городом, то есть это, да, это обязательно надо делать. Да, Виктор Анатольевич, ну, вот еще такое, есть понятие, как радиация боли, да, ведь иногда бывает очаг воспаления, например, там, или какой-то катастрофы, скажем, в одном органе, да, а радиация происходит совершенно другой, и это действительно меняет картину, где-то в какой-то степени, ну, ухудшает диагностику, да, вот про такие случаи давайте немножко поговорим. Да, потому что дело в том, что существует, ну, не что, что в всех, по всех заболеваниях, но очень часто, когда болит один орган, а пациенту кажется, что болит совершенно в другом месте. Характерный, вот я сейчас рассказал про пеницит, когда боль начинается в области желудка, там, где червенный ствол, а потом опускается в правдую поздушную область. Пожалуйста, может, плюс к этому при остром холецистите, сейчас острый холецистит, ну, я имею в виду желчнокаменная болезнь, острый холецистит, она вышла на первое место по статистике среди не только Ульяновской области, а среди всех пациентов Российской Федерации. При этом боли желчный пузырь расположен в правом подреберье, под печенью, а пациенты жалуются на боли в сердце. То есть это так называемый холецистокардиальный синдром Боткина, который Боткин его описал первый раз. Мало того, даже при этом синдроме, ну, говорят, существовала какая-то статистика летальности, то есть при этом синдроме даже умирали люди. Но такие пациенты, как правило, с болями в сердце спадают в кардиологию, да, сильно воспаленные желчные пузыри вызывают нарушение ритма у пожилых людей, может быть, даже нарушение гемодинамики, а в итоге-то выясняется, начинает лечить сердце кардиологи, абатомики, при дообследовании выясняется, что у него громадный, будем говорить так, сантиметров 15-20 желчный пузырь, который напряжен, который болит. И единственный способ лечения – это сделать ему холецистоктомию, и все боли в сердце прошли, и, соответственно, желчный пузырь тоже больше никогда его беспокоить не будет. – Александр Анатольевич, скажи, пожалуйста, а вот какова все-таки диагностика? Ну, основные какие-то методики есть же, да, какие-то отработанные, чтобы действительно поставить правильно какую-то патологию в брюшной полости, вот какие-то диагностики? – Нет. – Вот вы сказали уже УЗИ брюшной полости, что еще? – Да, я знаю, да. Ну, сейчас мы работаем исключительно, будем говорить, по клиническим рекомендациям и стандартам по каждому заболеванию, не только органы брюшной полости, а вообще по всем заболеваниям имеются клинические стандарты и клинические рекомендации. Мы их придерживаемся, согласно которым там есть, будем говорить так, и сначала начинают брать, предположим, общий анализ крови, потом берем общий анализ мочи, потом диастазу, амилазу, потом делается УЗИ, ФГС. Это все последовательность, она, будем говорить так, должна соблюдаться, она, по возможности, конечно, соблюдается, но сейчас во всех стационарах, я имею в виду хирургического профиля, по хирургии говорим, имеются кабинеты проведения узлезакового исследования для ФИГБРГА, студоаденоскопии, рентгенографии брюшной полости, но это уже давно было, то есть сейчас все обосновано, это все есть. – Ирегография тоже, да? – Ирегография, но ирегография, мы говорим про оструб, патологию брюшной полости, это уже потом, то есть когда надо провести до обследования ирегографии, колоноскопии, вплоть до лапароскопии. – Виктор Анатольевич, тоже надо сказать, что методики, вроде бы они и раньше же было, да, тоже ультразвуковое исследование брюшной полости, фиброгастродоаденоскопии, но тем не менее я хочу просто на этом акцент сказать, что сейчас тоже эти методики изменились, да, как оборудование само изменилось, оно более качественное, более четкое, да, настолько там чуть ли не в 3D-картинках это все, да, то есть в помощь сейчас нам, медработникам идет это все, да? – Да, да, нет, это естественно. Когда вот я в 86-м году закончил Куйбышский медицинский институт, то, соответственно, к этому УЗИ… – Шагнуло вперед, да? – УЗИ не было, абсолютно. И в 89-м, или, по-моему, в 88-м или 89-м, через 2 года появился первый аппарат УЗИ, во всяком случае, вот в больнице скорой медицинской помощи она тогда называлась, мы ходили смотреть это просто как на какое-то чудо, когда… – Чудо-какое-то, да? – Искачок такой был сразу, да? – Да, когда поставят датчик, и там вот, ну, видно, фактически видно желстный пузырь, который большой, внутри содержится камень. Раньше-то для того, чтобы подтвердить желстно-каменную болезнь, необходимо было делать контрастную рентгенографию, не КТ, а контрастную рентгенографию, то есть ты под рентгеноскопическим аппаратом с бешеным дозом облучения кладешь пациент, после и вводишь контраст, когда он накапливается в желстном пузыре, в протоках становится видно. Ты облучаешься, пациент облучается, ну, в общем, было очень неудобно. Сейчас это всего очень упростилось, достаточно УЗИ, это рутина, уже вообще без вопросов. Плюс к этому появились, конечно, компетентные томографы, очень современные, на которых видно прямо буквально, ну, будем говорить так, все. – Ну, цифровые, конечно, все шагнули вперед. – Никита Анатольевич, ну, вот тоже, что касаемо аппендицита, да, тоже, вот все-таки, ну, от наших зрителей поступает такой вопрос, а вот можно, например, чтобы не доводить уже, да, как говорится, до острого аппендицита, уже, когда необходимо оперативное лечение, может быть, как-то профилактически уже заранее как-то диагностировать, да, и заранее убрать отчеребообразный отросток, ну, как бы, вот давайте вот эти мифы все развеем сразу. – Ну, дело в том, что мы и по вопросу лечения острого аппендицита, мы говорим про острый аппендицит, у нас есть четкие клинические рекомендации, которые, кстати, приняты только 1 января 2024 года, до этого мы жили в таких полу непринятых, сейчас их утвердили, в которых четко написано, в каких случаях можно проводить оперативное лечение, в каких случаях проводится консервативное лечение острого аппендицита, острого аппендицита. Вопрос о хроническом аппендиците там не поднят, но он существует, когда имеется рецидивирующий хронический аппендицит, у которого постоянно… – Ну, то есть, частые обострения, да, приступят? – Частые обострения, и имеется так называемый аппендикулярный инфильтрат, когда пациента поступают слишком поздно к нам в больницу, то есть через 4-5 дней он дома лечился каким-то консервативным способом, будет неправильно, образовался инфильтрат, который без признаков абсцидирования, его в этом случае лечится консервативно в течение 2-х недель. Через 2 недели мы его выписываем, и где-то через 2-3 месяца он к нам приходит, мы его в плановом порядке удаляем. Потому что если сделать его, предположим, аппендикулярный инфильтрат, не абсцидирующий, брать на операцию, мы его просто… мы принесем больше вреда, чем пользы. Мы его не сможем удалить, там, плотной ткани. Конечно. В вопросе о профилактическом удалении острого аппендицита у нас… не острого аппендицита, а хронического аппендицита, или просто произвести аппендиктомию, ну, у нас в стране таких рекомендаций, таких каких-то установок нет. Насколько я знаю, в 50-х годах у американцев, всех, которые служили в элитных войсках, вот этих, которых забрасывали там в джунгли, им всем удаляли аппендикулярные отверстики, чтобы там не было. Насколько я владею информацией, космонавтам перед полетом, длительным полетом в космос, там тоже некому делать операцию, поэтому им удаляют. Но я не могу это точно сказать. Возможно, им тоже удаляют. Ну, а мы, обычные люди, ну, если человек настроился, хочет удалить аппендикулярный отросток, и он просто придет в больницу и скажет, пожалуйста, удалите мне аппендикулярный отросток, конечно, мы никто удалять не будем. Конечно. Ну, потому что для этого должны какие-то быть показания. По первым показаниям, которые хотя бы постоянные боли, вот скажут, что там принесет две или три выписки, что он лежал в стационаре с аппендицитом, что ему аппендицит подтверждали, то исключали, постоянные боли, он, ну, в общем, должна быть какая-то клиническая картина, какие-то боли в правой подзошной области. Просто так вот, с колес никто удалять не будет. Виктор Анатольевич, а как вы относитесь, вот тоже вот у нас тоже зрители вот задают такие вопросы, что вот, например, там возникла боль в животе, да, вот и начинают из какие-то народные средства, да, и с интернета даже что-то берется. То есть там какие-то горячие ванны, какие-то настои трав, там горячую грелку, там, вот то, что там сосед что-то сказал, там, когда-то ему помогло, там, и так далее, и так далее. Вот как вы к этому относитесь, вот, с самолечением такому? Ну, я отношусь к этому, конечно, отрицательно, даже в Москве резко отрицательно. Дело в том, что, ну, мы, да, население у нас сейчас постоянно смотрит телевизор, телевизор показывают различные передачи, в том числе и фильмы про врачей. Ну, будем говорить так, выступают достаточно очень уважаемые врачи, которые дают рекомендации, когда делать операции, когда не делать операции. Ну, я считаю, для того, чтобы, ну, прежде чем начать любую терапию, сначала надо поставить диагноз. Если диагноз поставили, после этого надо назначить лечение, и лечение должно быть, будем говорить так, профессиональным, то есть должен быть его назначен профессионал, потому что навредить себе теми же травами, горячими ваннами очень легко, и причем исправить потом эту ошибку будет фактически очень сложно. Ну, чтобы поставить диагноз, надо, по крайней мере, собрать анамнез, надо объективно осмотреть человека, собрать анамнез заболевания, жизни, объективный статус, исследования, обследования. То есть, правильно вы говорите, когда поставлен диагноз, тогда уже идет и дифференцированное лечение. Прежде чем начать лечение, надо поставить диагноз. Ну, да, у нас сейчас, я так думаю, что медицинских организаций достаточно много, сейчас имеется и большое количество платных клиник, которые обладают хорошим оборудованием, поэтому с этим, по-моему, не должно быть проблем. А заниматься самолечением очень опасно. Виктор Анатольевич, мы в нашем разговоре сейчас неоднократно сказали, что часть есть заболеваний, хронических и неинфекционных заболеваний, в том числе какой-то степени хирургических такого профиля, да, которые в конечном счете могут привести к какой-то катастрофе, да, в брюшной полости. Ну, то есть, я имею в виду, там, хроническую язвенную болезнь, например, там, тот же хронический гастрит, например, там, да, энтероколиты различного, там, генеза, вот, там, я не знаю, там, ну, разные, да, хальциститы, панкратиты. Вот я к чему подвожу-то? Мы из программы в программу говорим о диспансеризации, да, и насколько это важно, насколько это вот всего лишь один раз в год пройти, совершенно бесплатно, занимает это всего лишь 30-40 минут, и я не говорю, что во время первого этапа можно выявить какое-то заболевание, да, но если какое-то есть подозрение на него, да, то человек направляется на второй этап, уже при консультации хирурга или уролога, да, и тогда уже, действительно человек, в какой-то степени индивидуальный подход потом, да, и можно избежать некоторых катастроф. Нет, я абсолютно поддерживаю диспансеризацию, абсолютно, и мало того, что вот, когда я закончил институт, это 38 лет назад, тогда в районных больницах хирурги проводили поголовный, будем говорить так, ну, стопроцентный осмотр пациентов на предмет грыженосительства. То есть, почему это он сделал? Он говорит, я лучше в плановом порядке проведу оперативное лечение грыжи, чем он потом приедет ко мне с ущемленной где-нибудь в 2 или в 3 часа ночи, и это самое… Ну, если наклад отпечаток какой-то, конечно, да, и будет неудобно оперировать, и будет хуже для пациента, будет для всех. А так, в плановом порядке он провел, будем говорить так, диспансеризацию, он выявил грыженосительство, распределил, когда кому прийти, прооперировал, и летальность при ущемленной грыже в этом случае в этих районах была нулевая, не просто приблизилась к нуле, а была просто нулевая. Все. Александр Анатольевич, потом мы говорим, что симптом боли в брюшной полости, это ведь может быть и гастроэнтерологического профиля, и урологического, и гинекологического, да, то есть, ну, различного может быть генеза, да, поэтому вот действительно диспансеризация может помочь выявить не только там заболевания какие-то, да, вот на ранних стадиях, но и факты риска, которые могут привести к этим заболеваниям, правильно? То есть, опять же, лишний вес там, например, там, низкая двигательная активность, неправильное питание и так далее, да? Нет, ну, я полностью с вами согласен, но вопрос заключается в том, что, в принципе, пациенты, у которых имеется лишний вес, у кого имеются хронические заболевания, они уже знают об этом, но они стараются как-то этот, как-то, опять же, заняться самолечением, но в большинстве случаев при назначении самолечения они себя просто в некоторых случаях убивают. Я приведу простой пример, когда, ну, я не буду называть фамилии, но такие в российском шоу-бизнесе известные персоны, которые, молодые мужчины, которые для того, чтобы сбросить вес, они мало того, что они пошли, ходят в баню, они при этом принимают мочегонные средства для того, чтобы излишнюю жидкость выгнать, после этого кровь сгущается, развивается тромбоз сосудовой брюшной полости, который приведет к некрозу, и если тромбоз в брюшной полости, это будет, будем говорить так, некроз кишечника, а если тромбоз в легочной артерии или в сердечной артерии, то это сразу смерть наступит. Ну, что и происходит. Поэтому ни в коем случае это просто недопустимо. Хорошо. Виктор Анатольевич, ну и уже так, по традиции, да, какие-то такие пожелания нашим зрителям, и как от хирурга главного нашего внештатного, и просто как от доктора? Ну, я хочу пожелать только одного, чтобы вы, наши жители Ульяновской области как можно меньше болели, обращались к врачам исключительно с профилактической целью, ну, а если, не дай бог, заболели, то, пожалуйста, приходите, мы вам всегда окажем помощь. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, очень хороший, продуктивный разговор получился. Спасибо. Ну, что же, дорогие друзья, я всем желаю удачи, здоровья, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Танцы – это мой ритм жизни. Мне не просто нравится танцевать, я каждый раз проживаю целую историю, я счастлива. В каждом моем движении заложен смысл, и мне хочется передать все чувства и эмоции танца другим, научить других также радоваться каждому движению, получать удовольствие от самого себя в танце. Вместе с нашими ребятами мы делаем постановки, в которых продумано все, начиная от музыки, заканчивая выбором костюмов. Это целый мир, яркий мир. Ради него стоит жить.